Бюджетная резолюция, которая была принята здесь накануне поздним вечером и должна проложить путь к реализации вот этой налоговой реформы Дональдом Трампом, соответственно, которую он называет самой масштабной налоговой реформой, она была принята на тоненького, если так можно выразиться. 51 голос против 49, но даже это, как ты уже верно заметил, является большим подарком для Дональда Трампа и называется очень многими, как крупнейшая победа Трампа здесь на Капитолии за эти первые 9 месяцев у власти, соответственно. Против, наряду со всеми демократами проголосовал республиканец Рэнд Пол, влиятельный сенатор, представляющий Кентукки, сказал, что данная инициатива, она обойдется довольно-таки дорого для федерального бюджета, среди прочего, как ожидается, данный шаг увеличит госдолг США на полтора триллиона долларов за ближайшие 10 лет. При этом, в то же время, снизит расходы бюджета на 4 триллиона долларов за тот же период. Лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл больше уделил внимание вот именно налоговой составляющей, говоря о том, что есть уникальная возможность поднять экономику после периода стагнации, затянувшегося периода, и изменить неэффективную налоговую систему. Его поддержал также сенатор Джон МакКейн, который при этом заметил, что он сделал это лишь по одной причине. По какой, предлагаю сейчас послушать, а также послушать жесткую критику со стороны демократа Берни Сандерса. Господин президент, я пришел поддержать бюджетную резолюцию по одной причине, поскольку она ведет к рассмотрению налоговой реформы в Сенате. Я полностью поддерживаю попытку изменить обременительную налоговую систему США. Надеюсь, реформа приведет к упрощению налогового кодекса, укреплению среднего класса и, безусловно, даст толчок нашей экономике. Господин президент, это не плохой законопроект, а ужасный законопроект. Невероятно жестокий и самый несправедливый законопроект в современной истории нашей страны. В период гигантских доходов и неравенства при их распределении данный бюджет предполагает налоговые льготы в размере почти 2 триллиона долларов для самых богатых граждан. В период, когда миллионы работающих семей находятся в бедственном положении, этот бюджет урезает триллион долларов из программы «Медикейд». 15 миллионов американцев могут потерять медицинское страхование. Вот Берни Сандерс сказал про программу «Медикейд». Это программа, которая медобслуживание, соответственно, предоставляет малоимущим. И также, в том числе, детям с ограниченными физическими возможностями. Она действует на протяжении более чем 50 лет. Но, кроме этого, будет также на 500 миллиардов долларов сокращена непосредственно программа «Медикейд». Это уже программа, которая позволяет оказывать медицинские услуги пожилым людям, соответственно, людям, населению старшего возраста. Республиканцы настаивают на том, что эти пункты заложены для снижения дефицита. При этом демократы пытались внести ряд правок, но все они потерпели фиаско. В том числе, по предложению запретить разведку нефти на Аляске. Фактически, поднят шлагбаум для принятия закона о создании Арктического национального заповедника на Аляске. Это одно из главных, соответственно, препятствий было на пути этой налоговой реформы. По мнению ряда экспертов, общий объем бюджета на 2018 год около 4 триллионов долларов. Белый дом сразу после голосования опубликовал свое заявление, в котором отмечается, что резолюция открывает путь к той самой налоговой реформе и к сокращению, масштабному сокращению налогов. О том же в Твиттере написал Дональд Трант, который при этом выразил надежду и даже уверенность в том, что тот самый Рэнд Пол в итоге поддержит налоговые сокращения. Давайте послушаем. Поздним вечером был принят бюджет. 51 голос против 49. Мы не получили ни одного голоса от демократов и только Рэнд Пол проголосовал против. Но он проголосует за сокращение налогов. Теперь мы можем провести широкомасштабное сокращение налогов и саму реформу, крупнейшей в истории нашей страны. На следующей неделе Палата представителей уже рассмотрит данный законодатель, бюджетную резолюцию. И если в Нижней Палате возникнет заминка, то по всей видимости планы по ускоренному принятию налоговой реформы необходимо будет уже свернуть хотя бы на какой-то срок. Но по словам Линдси Грэма, еще одного влиятельного демократа, о, республиканца, простите, неудача с реформой будет большим ударом по партии. Роман? Рафаэль, не могу не спросить по поводу судьбы Обама Ке. Вроде бы демократам-республиканцам удалось достичь компромисса. Что мы об этом знаем? Да, непосредственно инициаторы данного законопроекта, республиканец Ламар Александр и демократ Петти Маррис, заручились поддержкой в общей сложности 22 других сенаторов, 11 республиканцев, 11 демократов соответственно, с целью принятия вот этого краткосрочного решения по программе здравоохранения. Двухпартийная договоренность по Обама Ке позволит возобновить субсидии для страховых компаний, что позволит, опять же, по словам этих инициаторов данного законопроекта, избежать хаоса в 2018 году со страховками. Среди прочего будет увеличено финансирование, разобновлено, точнее, финансирование в размере 106 миллионов долларов для федеральной программы. И в обмен на это республиканцы смогут дать штатам больше гибкости относительно вообще выбора планов. То есть выбора планов сохранится, их будет довольно-таки много.